МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Управлении Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области сенья переехала у новый будынок. Теперь оно будет находиться по адресе в улице Советская, 34. На новоселле побывали наши корреспонденты. Гэты падеевы Управлении Следующего комитета шакали о маль 7 годов. Не тое, как бусы прасовников не было у властных помешканню, а лея назвать их зручными для работы было нельга. У сучасным будынку не только зарабили капитальный ремонт. По сутнасті, от былого сбудования, якое протяглый час не выкористовывалось, засталися только подмурок и стены. Реконструкция дозволила улишить специфику следшей деяности. По два следователя практически в каждом кабинете находилось. Что при проведении следственных действий препятствовало качественному проведению допросов. Потому что бывали случаи, когда одновременно с проведением одного допроса, второй следователь также проводит допрос. Соответственно, что накладывает свой отпечаток негативные тенденции в работе. В данное же время практически все следователи находятся под намов. Что конкретно и качественно улучшает работу. На урожистой церемонии открытия кераминства следчего комитета, мясовых органов улады, правоохранных структур и духовенства. У зворотах до супрасовников пожаданий объективности у службовой деяностей при заховании лепших человеческих якостей. По великим рахунку, с открытием этого администрационного будинка следчий комитет завершает этап материально-технического перезначения областных управлений. Теперь на черзе будинки Житковицкого, Брахинского, Речицкого и Жлобинского районных отделов. Тестное сотрудничество с областной властью, а также возможность государственной инвестиционной программы позволили нам в достаточно короткие сроки с неплохим качеством наверстать упущенное. И теперь я могу смело сказать, что следователи Гомельщины работают в самых лучших условиях в стране. У нас в каждом новом здании есть комнаты для опознания. У нас прекрасные оптиковолоконные линии в каждом новом здании. Мы закладываем на период возможности дальнейшего функционирования единой автоматизированной информационной системы Следственного комитета. Плюс, конечно же, наполняем каждое новое здание соответствующей кремтехнике. У расистой церемонии открытия нового администрационного будинка управления следчего комитета по Гомельской области завершается переразанием червоной стужки и сходом особого склада. За ручением вадей самых генеровых нагрудных знаков за службу и взаимодействие, и за заслуги. Олесин Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем, сегодня у Речицким районе у лес выпустили 60 высокородных оленев. Таким чином, их агульная колькасть у природного сяродзе региона досягнула приклад на 450 живел. Разом с представниками областной организации Белорусского товариства поляонитчих и рыбалов, за новым статком назирау Олег Синцерову. Коли мерковать по старожидных летописах, неколи у Беларуси высокородных оленев было шмат, а поливание на их у нечем нагадывало на тотализованное представление. Не у таких масштабах, а на Гомельщине олени сдобывали. Еще на проконце 50-х годов минулого 100 годя. Потом это живел стало редкостью, и навод убачить ее было великой удачей. Обновлением статку на Гомельщине занимаются четвертый год в рамках республиканской программы «Белорусский лес». У Речески район, коля сорока живел, привезли 9 месяцев тому. До этого, коля полутора месяцев выбирали территорию для вольера, в одном месте повинны были быть и луг, и кусты, и водоем. Была очень много сил потрачено на привозку сетки, установку столбов, установку сетки. Потом привезли сюда оленей тоже. Работники наши здесь постоянно находились, два человека. Значит, они кормили животных, следили за ними. За уликом отриманного за час находжения у вольера потомства до жнюня реческий статок высокородных оленей увеличился до 60. Живел для того, как поднимать их у дальнейшем, полевничья организовали некаких кормушек и на дым с палев посадили рабс. Хоть кормовая база тут увогули добрая. Не о почню чаргу по этой причине у реческим рай ваконками охочуете планы о створении еще одного месяцевого бренда «Края высокородных оленей». С обществом охотников и рыболов продолжить эту традицию. Предварительно рассматриваем очередную закупку и размещение на территории реческого района порядка 2019-2020 годов. За незаконное поливание на высокородных оленей предупреждена криминальная отказность. Але уже у достатково близкой будущине, коли колькость живел повеличится, сдобыть трофей можно будет законно. А порча обновления биологичной разностайности, разведения оленей у перспективы майя новозе, ящи и отрывания товариством полевничьих додатковых доходов. В общем-то, уже проводили некоторые экскурсии, фотоохоты. Просто показывали им, что олень в наличии имеется. Вместе с тем, заинтересованность охотников в Германии, Австрии, Чехии. В таких охотах на территории области есть. За выпуском «Живел у лес» в Рейцовском районе уважливо назирали местовые полевничья. Раз, два, три года они смогут обновить старожитные традиции. И тогда тут снова можно будет почуть гук полевничьего рожка. Заборона на наведывание лесов, снятого у всех районах Гомельской области, связанных это со снижением класса пожарной небезпеки у лесным фонде. У трех районах Беларуси пожаронебезпечная обстановка по куль заховывается. Нагадаемый период деяния обмежевания у грамадянам Нельхабылоз находится у лесным фонде навод для прогулок и отпочинку на природе. Забранялся уезд транспорту. Парушение забороны погражая штрафом до 25 базовых величинь. У пожара небезпечным сезонях этого года на территории в области было зафиксовано больше, как 100 сгораний у лесным фонде. Сила притягнення родной земли. У Гомельской области протягивается информационный проект об людях, которые счастливо живут и працуют на своей малой родине. У им примают удел десятки специалистов, разных взрослых, профессий и интересов. Как реализовать себе и при этом не одарваться от родных местин, в этот раз рассказали жихары Жлобинского района. С ними познайомился наш корреспондент Ганна Коральчук. Директор Жлобинского гисторика краезнавчика музея Ніна Шрейтер сустракая гостей прямо на парозе, кабы сабіста провести экскурсию по установе. Сёння у гэтых залах собрана каля 18 тысяч экспонатов, які допомагают збирать мясцовые жихары. Многих з их Ніна Шрейтер добра ведая. Заплячу мажанчины 40 годов педагогічного стажу. Коренная жлобинчанка пасля в учобу в Брестском педагогічном институте вернулася працавать уродный город. 27 годів Ніна Шрейтер узначальвала середню школу номер 9 Жлобіна. І уже омаль 10 годів яна керує гисторика краезнавчим музеем. Са Жлобіном жанчину зв'язує не тільки працовний шлях, але і сям'я. Двое дятей і двое внучок Ніны Шрейтер так само живуть побач. Горжусь тем, що я реалізувала свою мечту, скажімо так. Що я сьогодні являюсь з однією стороною учителем, педагогом, а з іншої сторони я сьогодні не потерялась. Я сьогодні, роботаю в музеї, я продовжаю таке важне дуже діло, діло, зв'язане з пам'ятью об історичних событиях, які були в нашому місті. Друга героїня так само моцна жанчина і професійний кераўнік. На протягу 10 гадоў Галіна Мельнікова працює головным редактором районной газеты «Новый день» і 20 гадоў значальвае районну організацію Беларускага Саюза жанчин. А крам'я таго, сёння яна член Савета Республіки Национального Сходу, депутат обласного і районного Савета депутатов. Неглядзічі на усе звані і пасады, у яе, як і у лябой жанчины, ёсь свой маленький сакрет. Яна Николе не спыняла суви со свою малой родзимой, посёлком Эрт, с Чедранска Хасельсавета. День знаний, я еду в свою родную школу, я не теряю связь со сваей малой родзиной постоянно. Как с юности, вот как я уехала студентка, і каждый выходной возвращалась к себе домой, к маме. Так я и сейчас возвращаюсь. Единственное, что очень огорчает, может, что там никто не встречает уже. Вот это наводит грусть. Профессійный шлях Алина Мельникова починала у якості бібліотекара. Затым працавала у сферы культуры, аддукації і ідеології. У газету пройшла уже сформированным керівником. Издолила не только вывести газету на самоокупаемость, але и знайсти сродки на доброчинность. 5% от выручки редакция отдає на развитие района. 44-годовый директор филиала Жлобинской электричной сетки РУБ Гомельэнерго Павел Путырский у зацинстві вырешил протягивать самейную династию энергетиков. И после закончения Гомельского технического университета имя Сухова вернулся дипломованным специалистом додому. Праз 20 годов працы мужчины узначали убойное высокотехнологичное предприемство. Зараз под его керівництвом працює омаль тысяча чоловек. Работаю я 22 года на предприятии. Знаю многих поименно. Знаю их семьи. Многие тоже большие традиции, династии. Поэтому очень приятно, когда работаешь с отцом, потом работаешь с сыном. И дай Бог еще работать с внуком. Мы не только распределяем электроэнергию, но еще и вырабатываем ее. И у нас котельная Рогачевская и ТЭЦ Жлобинская. Мы еще и обеспечиваем теплом два города. На мяг дворы открытого акционерного товариства Бабовске застаем Михаила Берещенко, який настроювая жняярку для уборки кукурузы. 28-годового хлопца складана назвать молодым специалистом. За его плячима уже 8 уборочных, 7 з яких у якости комбайнера. В этом непростом году на уборце у Раджаю, он у пары с Александром Никитиным, одним из первых в районе переодолили тысячную отзнаку на молоту. А кроме профессийных досягнений, Михаил все лета святкует еще одну знаковую падзею. Он стал батьком. Разом с женкой Анастасией и дочкой Эвелиной плануя жить и працовать в агрогородку Бабовка. Кажа, где народился, там и сходился. Родился здесь, вырос. Уже с детства, наверное, было как-то заложено приспособленность к сельскому хозяйству. Ну, учеба, практика. Вот результат. Родители здесь всю жизнь работают. Отец, мать. Ну, с них берем пример. Как бы нету планов куда-то убегать, далеко искать лучше. Это нет смысла, наверное. Место, где родился, оно как-то и родное. Ганна Коральчук и Гармарышченко отеля радует компания Гомель из Жлобинского района. Гомельская областная организация Республиканского грамадского объединения «Белая Русь» сегодня организовала интерактивное свято для детей. У городским центры культуры юных гостей чекалась пектакль шоу «Калабанга» «Привитание интернет-бивай» на кированы на навучание правилам безопасного креста с светной сеткой. Так само для запрошенных хлопчиков и девочинок предугледили веселые конкурсы, гульни, концертные выступления и другие приемные сюрпризы. Вероника Ворошилина, Володая, под обязанностями. Гомельская областная организация Республиканского грамадского объединения «Белая Русь» и Городское грамадское объединение «Союз шмадедных семья» сопрацовничают уже 10 годов. Проведение подобных доброчинных акций для их заявляется доброй традицией. На сё летнее мероприемство у школу с «Белой Русью» промеркованное до надыходящего дня ведау запросили коляд 400 детей из усих районов в области. Гэтовых авансы шмадедных, опекунских, приемных и малозавеспеченных семью, а так само интернатных установ и дитяжных домов семейного тыпу. Яны стали не просто глядашами, а удельниками яскравого святочного действа. Разом с ростовыми ляльками и клоунами были активно задельничаны у пропонованных организаторами забавах. Значилось на свете месяца и для добрых справ. 16 будущих першоклассников отримали от Белой Руси портфель из усими необходными школьными приладами. Яркие пригожие ранцы организаторы акции уручили выхованцам шмандедных семью. Необходные для учебы подарунки оценили как дети, так и их батьки. На сегодняшний день достаточно непросто собрать ребенка в школу, если он у тебя не один, а если у тебя их двое и трое. И больше детей. И для нас это существенная помощь. И очень рад ребенок. И вообще мероприятие получилось очень веселое, такое забавное. Мы принимали такое хорошее, веселое, активное участие. Свои перши школьные портфели будущие першоклассники отримали с пожаданием мощного здоровья и невычерпной энергии у добрых починаниях. Шлях до женею у 11 годов довольно текавое, однако непростое выпробование, какое обовязково требует мкнуться переодолеть достойно. Каждый взрослый помнит свой первый день знаний, потому что именно 1 сентября первый класс делается первый шаг на длинную дорогу во взрослую жизнь. Поэтому мне хочется пожелать нашим первоклассникам здоровья, удачи, хороших оценок, легких, контрольных, и главное, чтобы их родители всегда испытывали чувство гордости за их успехи. После культурно-забавляльной и урожистой шастки мероприемства юных гостей шакал спектакль-шоу «Калабанга» про витание интернет-бай на кированы на навучении правил безопасного корыстания с усветной сеткой. В гульнявой форме со сцены артисты рассказывали детям и их батькам про корысты шкоду, которую можно нести в корыстании интернету. Свято отрымалось не только цикавым, а ле и познавальным. Мне очень понравились игры, танцы и песни. Мне очень понравились спектакль. Я там многое узнал об интернете. Организаторы акции в школу с Белой Руси выполнены. Это веселое и запоминальное мероприемство обовязково подороть детям позитивный настрой перед початком нового научального года и станет стимулом у достижения успеха на шляху доведом. Вероника Ворошилина, Павел Антонов, телерадиокампания «Гумель». У регионе протягивается доброчинная акция с бяром портфель першокласснику. Гоноровые гости с подарунками напереды дни завитали до шмадетной семьи Радчанка. Все лето батьки отправляются в первый класс шестигадовую дачку Катярыну, а двое старейших сынов Миколай и Даниил пойдут в пятый и десятый классы. Усе дети учатся у середней школы номер 27 города Гомеля, якая зараз носить статус школы Миру. Тут до речи раней вучилися их мать и бабуля. С портфелем, канцелярскими приладами и ласунками до будущей першоклассницы завитали директор школы и старшиня Гомельского областного отделения Белорусского фонда Миру. Катярыне пожадали доброго початку навучального года и выдатных от знака. Читалочка! Финал! Вау! Хочу новых друзей завести, читать и писать, и буквы говорить хорошо. Вот в нашей республике, наверное, как ни в какой-то другой руководство уделяет внимание именно детям, малобеспеченным семьям. Особенно детям. Почему? Проявляют заботу. Потому что дети – это же наше будущее. Вот как мы их воспитаем, подготовим к жизни, будет зависеть будущее и нашей республики, и их, и так далее, и так далее. Поэтому я хочу еще раз сказать, что по этому фонду мира вот этим вопросом, опять-таки, в силу наших возможностей мы уделяем определенное внимание ежегодно. Все лета напереда днепершага вересня активисты областного отделения Беларускага фонду мира наведали 9 семьев, кабы ручить портфели будущим школьникам. Гэты, а так сама иншая новинны вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvarkomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивная ахляда. Я с вами развитваюся. Дякую за увагу и до новых встреч в эфиры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Опасное психотропное вещество в достаточно крупном размере изъяли у троих жителей Гомеля и Гомельского района. Операция по задержанию троицы проводилась ранним утром оперативниками наркоконтроля и патрульно-постовой службы милиции Гомельского РУВД. Увидев милиционеров, молодые люди попытались избавиться от улик. Полимерный пакет с кристаллическим веществом выбросили рядом с остановкой общественного транспорта река СОЖ на объездной дороге из Новобеллицы в пятый микрорайон. Все трое были задержаны, а вещество отправлено на экспертизу. Представленное исследование вещество массой более 25 грамм содержало в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Выясняются другие эпизоды их противоправной деятельности. Ночью в социальных сетях появилось фото и видео с комментариями, что горит драмтеатр и туда со всего города съезжаются пожарные машины. В областном управлении МЧС прокомментировали новость о ночном ЧП. Это были тактико-специальные учения на объекте с массовым пребыванием людей в драматическом театре. И специально было выбрано именно ночное время, дабы не создавать проблем автомобилистам с пробками и горожанам нашего города. Сегодня около 9 утра водитель Фольксвагена на кольце улиц Кирова и Хатаевича снес дорожный знак, практически впечатывая в тротуарную плитку разделительного островка. Примечательно, что водитель не остановился на месте ДТП, а проехав еще 100 метров, бросил машину на тротуаре и скрылся. Сотрудники ГАИ вместе с криминалистами Государственного комитета судебных экспертиз предпринимают меры по установлению виновника дорожной аварии. За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы два человека. В Светлогорске при повороте в дворовой проезд водитель Рено-Сценег не предоставила преимущества в движении мотоциклисту, а в Гомеле водитель Ауди, двигаясь на зеленый сигнал светофора по Реческому проспекту, на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшие госпитализированы. В двух случаях владельцы автомобилей не прошли установленный законом срок Государственный технический осмотр. Завтра в Республике Беларусь единый день безопасности дорожного движения под названием «В новый учебный год безопасных всем дорог». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИОС-автоинспекции еще раз напомнят водителям о соблюдении правил дорожного движения в части перевозки пассажиров, а также пропуска пешеходов на пешеходных переходах. Также будут проведены профилактические мероприятия, акции, автопати на площади Восстания с 12 до 13 часов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Завтра стартует очередной тур чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Запланированы два поединка. Торпеда «Белас» встретится с Городеей. Один из лидеров турнирной таблицы «Витебск» проэкзаменует с Малевичи. Футбольный клуб «Гомель» проведет очередной поединок в чемпионате страны в субботу. В рамках 20-го тура первенства «Зелено-белое» пойдут в гости к Ислачи. Эти соперники уже встречались друг с другом в этом сезоне. Тогда в упорной борьбе со счетом 2-1 добилась победа Ислач. До официального старта сезона в экстралиге остается около недели. Первый поединок хоккейный клуб «Гомель» проведется в молодежной сборной 5 сентября. А первый домашний матч лишь 13 сентября против «Шахтера». А завтра игроки выйдут на завершающую фазу предсезонной подготовки. Они отправятся в Жлобин, где померятся силами с хоккеистами «Металурга». Областное дерби в рамках товарищеского поединка стартует в 13.00. Столивары также начнут сезон играми на выезде. Сначала им предстоит сыграть с «Динамо Молодечной» и «Молодежкой». А 13 сентября команда впервые вступит на лед в рамках экстралиги в матче с юностью. Тем временем Жлобинский «Металург» подписал нового игрока. Контракт с командой заключил защитник Денис Черевач. Минувший чемпионат воспитанник Жлобинской школы хоккея провел в Лиде, где в 38 поединках отметился четырьмя результативными передачами. В рамках Кубка «Салея-2018» на его счету семь поединков, в которых была заброшена одна шайба. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова